Всем большой привет! Сегодня будет очень важный эфир. Давайте дождемся, пока наши подписчики начнут заходить. Ребят, сегодняшний эфир, можно сказать, будет самым главным за последние несколько месяцев. Сегодня днем примерно я решил, что на самом деле нужно ответить всем, кто часто здесь занимается провокациями. Ответить всем, кто пытается с левых анкет или со своих анкет. Напомню, что 99% анкет, которые нападают на мою страницу, пытаются меня как-то там облить грязью, это анкеты из Карабаха. Я не случайно всегда поднимаю эту тему. Сегодня я сделаю самый необычный эфир. Очень важно, чтобы все послушали этот эфир, потому что после сегодняшнего эфира вы на 180 градусов поменяете свое мнение на многие те вещи, которые вам были не видны. Но прежде хочу сказать, что очень важно, чтобы все поделились этим эфиром. Я призываю всех моих подписчиков, всех до единого, поделиться этим эфиром. И я призываю вас отложить свои дела и внимательно послушать сегодняшний эфир. Не отходить от телефона и слушать каждое слово, каждую мысль. Потому что сегодняшний эфир – это эфир откровений. Этот эфир я посвящаю для всех тех, кто, являясь карабахцем, обзывает Никола Пашиняна. Этот эфир я посвящаю всем нашим карабахцам, которые на протяжении всех этих трех лет критикуют Никола Пашиняна. Этот эфир будет для всех провокаторов и для всех, кто свой рот открывает на наши группы, на наших журналистов или на меня. Поэтому я прошу всех усаживаться поудобнее. Пожалуйста, делитесь эфиром и мы начинаем. Напомню, что последние, кстати, сегодня у нас было несколько человек из Степанакерта. Две женщины зашли и говорят, Роман, вам осталось три дня. Когда человек дешевка или когда большое количество людей являются жалкими, шантажистами, дешевками, они любят писать, вот победим мы, осталось три дня. Сегодня я буду столько всего рассказывать, что думаю, что некоторые из вас от стыда, наверное, провалятся сквозь землю. Первое. Самым главным позором для многих наших карабахских провокаторов и для властей Карабаха, самым главным позором для руководства Арцаха и для генералов Арцаха, для карабахских экс-президентов и для всех, кто их поддерживает, является то, что вы, являясь армянами, все 32 года воюете не с турками, не с азербайджанцами, а вы воюете с властью в Армении. Вы убили Вазгена Саркисяна, вы убили Карена Дамирчана, вы убили генерального прокурора Армении. Все 32 года вы не защищаете Арцах. Вы не защищаете Арцах и не воюете с азербайджанцами и турками, вы воюете с армянами. Вы захватили многие здания в Ереване. Вы убийствами и преступлениями захватили самые лакомые куски Армении. И сегодня для вас это позор уговаривать жителей Еревана или жителей Сюника, что Пашинян плохой. Для вас это позор сидеть с левых анкет и говорить, нет, Хочарян хороший, а Пашинян плохой. С кем вы воюете, господа армяне Карабаха? С кем вы воюете? С Арменией? С Ереваном? 32 года вы воюете с Ереваном? Ребята, вы посмотрите на себя в зеркало, вы воюете с армянами? Вы для этого начинали воевать с Азербайджаном, чтобы дальше 32 года воевать с армянами Армении? Вы посмотрите на себя со стороны, что за ничтожность воевать с собственными людьми, с собственными братьями, пытаться делать фейковые страницы, подкупать людей, пытаться купить голос, оскорблять, угрожать журналистам. Вы с кем вы воюете? С нами? То есть мы кто? Это первое. Второе. Дорогие друзья, всех приветствую и заранее спасибо всем, кто сейчас будет делиться эфиром. Еще раз напомню, что вот все, кто смотрит эфир, пожалуйста, поделитесь этим эфиром. Поделитесь, потому что то, что я сегодня скажу, вы не знаете многое, да, и вас это реально всех отрезвит. Сегодня будет отрезвляющий эфир для всех, кто находится вне бедене. Второе. Первого марта, господа карабахцы, которые мне угрожают, господа карабахцы, которые свой поганый рот открывают на меня. Первого марта 2008 года ваши братья, ваши папы, ваши сыновья приехали в Ереван убивать жителей Армении, мирных людей. Вы мне угрожаете? Это были ваши люди. И это четко прописано в уголовном деле по первому марта 2008 года. Я хочу спросить у карабахцев, вы хаете Пашняна. Пашнян что, убивал мирных людей на улицах Степанакерта? Вот если бы Пашнян отправил людей убивать людей на улицах Степанакерта, вам это понравилось бы? А вы убивали мирных людей первого марта 2008 года. Ваши сыновья, ваши отцы приехали из Карабаха убивать мирных людей в Ереване. Вы их критиковать не хотите? Вы мне что-то пишете? Вы вообще больные или сумасшедшие? Ваши сыновья убийцы собственных братьев. Не я. И сейчас я сообщу то, что не знает ни один армянин. И то, что я сейчас сообщу, я призываю всех на каждом шагу рассказывать. Значит смотрите, карабахские генералы притащили толпы от своих офицеров убивать мирных людей в Ереване. Вот представьте себе, что Седа Сафарян, с которой я делал интервью, Седа Сафарян, которая была представителем пострадавших по делу первого марта, Седа Сафарян мне сообщила. Это факт, который просто не укладывается в голове. И сегодня я сообщу о том, о чем вы не знаете. Еще раз призываю поделиться этим эфиром, чтобы каждый армянин узнал то, о чем знаю я и о чем знают люди, которые занимаются уголовным делом по первому марта. Значит карабахцы, которые приехали за деньги убивать мирных ереванцев, карабахские офицеры дрались за право стрелять. Почему? Потому что одна группа должна была избивать, другая группа должна была разгонять. А вот один отряд, примерно 30 человек, они должны были стрелять. И карабахские офицеры дрались, то есть каждый говорил, нет, я хочу убивать. Тот говорил, нет, дайте мне это право убивать. Вот это очень важно, чтобы каждый рассказывал на каждом шагу, что карабахские офицеры дрались за право стрелять по мирным людям. И любой карабахский мужчина, карабахская женщина, которая открывает свой поганый рот на меня, вы убивали своих братьев. Вы приехали в Ереван за деньги убивать своих братьев. Вы что-то еще пишете против Пашиняна? Вам не стыдно? Вы эту кровь со своего тела думаете сумеете отмыть? Приезжать за деньги убивать ереванцев? Вы еще свой рот открываете на нас, журналистов? Вы, если такие честные, почему не пишете про своих мужиков? Почему вы не пишете про своих братьев и отцов, которые убивали людей? Если вы такие честные, если вы такие справедливые, свою жопу рвете в Москве, в Ростове, в Краснодаре, вы убийцы. Вы убийцы. И вы хуже и турок, и азербайджанцев. Вы что-то говорите о турках? Турки в центре Еревана не убивали армян, как вы это сделали. Вы говорите о турках? Это вы в центре Еревана убивали ереванцев. За деньги вы взяли деньги, убили ереванцев, а потом пошли на эти деньги, шашлыки жрали. Вы люди разве? Вы себя считаете людьми? Карабахцы, которые свой рот на меня открывают, вы считаете себя людьми? За деньги, которые вы получили за убийство людей, жрать со своими женами шашлык, вы считаете себя людьми? И вы сидите целый день критикуете Пашиняна? Все должны знать, что у вас все министерства, все депутаты слева хангет хают Пашиняна. Вы настолько паразиты, что даже в Ереване вы уговариваете людей голосовать против Пашиняна. А что же вы не рассказываете ереванцам, как ваши папы и братья убивали ереванцам? Рассказывайте, вы же справедливые карабахцы. Рассказывайте. 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 Третье. Все наши лишения это наши грехи. Это ваши грехи. Вы, господа карабахцы, которые слева анкет, работники министерств, работники парламента, директор аэропорта пишите обо мне. Вы забыли, как вы отвернулись от Левона Гайропетяна? Левон Гайропетян, который для вас столько денег потратил. 700 пар поженились. Сколько он сделал для банка? Сколько он вам дал денег? Сколько подарил коров? Кто для вас сделал больше Левона Гайропетяна? Никто. Никто. А вы знаете, что Левона Гайропетяна, ваш любимчик карабахский, затащил в Москву и его там арестовали. Вот кого вы защищаете, да? Вы знаете, что ваш любимчик затащил Левона Гайропетяна, чтобы его арестовали. Вы кого защищаете? Того, кто убил Левона Гайропетяна? А что же вы такие честные не критикуете вашего любимчика, который затащил и убил Левона Гайропетяна? Вы же такие честные карабахцы. Где вы там сидите против меня, говорите, или против Пашиняна? Вы потому что безбожные, вы отвернулись от Бога. Левон Гайропетян страдал в тюрьме, а вам было плевать. Вы могли выйти на митинг и потребовать от Сержа, чтобы он попросил. Вы могли вытащить Левона Гайропетяна из тюрьмы. Вы могли делать каждый день 24 часа митинги и требовать, чтобы вашего армянина передали исправительной системе Армении. Но вы этого не сделали. Вы не сделали этого. И вы сейчас сидите, критикуете кого? Пашиняна? Ну, Пашиняна как нечек стацвей дзезнеть. Вы кто? Вы даже в грязи не станете под ногтями Пашиняна. Потому что вы предали Левона Гайропетяна. Вы предатели. Когда у него были деньги, вы его качали. Когда он стал нищим, больным и под арестом, он вам уже не нужен стал. Вы себя считаете героями, ребята? Я вас не считаю героями. Вы предали Левона Гайропетяна. И сейчас вы защищаете того, кто получил его акции. Вы знаете, что Левона Гайропетяна арестовали из-за его акции в Башнефти? Господа карабахцы, которые хвалят своего любимчика. Вы спросите, кому достались акции в Башнефти? Вы же такие умные, да? Давайте спросите, кому достались акции в Башнефти? Акции Левона Гайропетяна. Человека, который для вас так много сделал. Вы же умные, такие крутые. Давайте спросите. Вы думаете, что эта война была просто так? Эта война была не просто так. Сейчас я буду очень много чего рассказывать. О чем многие люди не знают. И я думаю, очень многие очень сильно поменяют о вас мнение. Двигаемся дальше. Я уже говорил на тему надгробных камней. Сегодня сами подписчики будут отвечать. Еще раз спасибо большое всем, кто делится этим эфиром. Сегодня мы говорим о карабахцах, которые массово критикуют Никола Пашняна, чтобы провести своего сатану. Дорогие друзья, скажите, пожалуйста, 70% надгробных камней в семи районах Азербайджана отсутствуют. Значит, я хочу, чтобы все передали этот эфир семьям погибших обязательно, семьям раненых, все, кто участвовали во время войны из Армении, пожалуйста, передайте им этот эфир. Значит, сегодня мы должны понять, а почему азербайджанцы были такими жестокими во время войны? Почему азербайджанцы были такие жестокие? Я расскажу это в эфире, потому что карабахский клан и карабахские провокаторы об этом рассказывать не хотят. Но прежде я задам вопрос. 70% надгробных камней в семи районах Азербайджана отсутствуют. То есть 30% разрушены, да? То, что... 70% надгробных камней вокруг Карабаха отсутствуют. И сейчас я задаю вопрос, да? Кто там пишет? Я задаю вопрос. Господа армяне, господа христиане, вот неважно, что сделали азербайджанцы, я хочу, чтобы армяне ответили на этот вопрос. Мы должны разобраться, потому что карабахский клан скрывает все, поэтому они так защищают Кочаряна и Сержа, потому что карабахцы это вытворили. 70% надгробных камней азербайджанских отсутствуют на кладбище. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о тех людях, которые вырвали эти камни, соскоблили их, на них написали армянские имена и продали в Армению? Дук, и чек матацум айн хайримасин? Что вы думаете о армянах, о карабахских бандах, которые срывали надгробные камни, тайно, преступным образом продавали в Армению? Сегодня все семьи погибших в Иране должны знать, что ваши дети погибли из-за карабахских генералов, из-за Роберта Кочаряна, из-за Сержа Сарксиана, которые 25 лет творили страшные вещи в этих семи районах. Азербайджанцы какие бы ни были, не просто так 44 дня были жестокие. Еще раз повторяю, ваши дети погибли из-за того, что мы, карабахцы, натворили там. Теперь, пожалуйста, господа армяне, что вы думаете о карабахцах, которые вырвали большую часть надгробных камней в семи районах и скрывают это от вас? Что вы думаете? Пожалуйста, напишите все свое мнение, что вы думаете о карабахском клане и о карабахских экс-президентах, при которых 70% надгробных камней было вырвано, которые вырвали, которые вырвали, что вы думаете о карабахе, что вы думаете о карабахе, что вы думаете о карабахе, вы думаете о карабахе, что вы думаете о карабахе, Что вы думаете о людях, которые вырвали надгробные камни и продавали в Армению? Пожалуйста, господа армяне, напишите. Потому что карабахский клан говорит, что азербайджанцы страшные. Кто такой турк, слушай? Турки это вы. Турки это вы. Вы продаете надгробный камень азербайджанский армянам? Это вы, твари. И вот за это нам стили. Сегодня невинные армянские парни из Лории, из Ширака, из Сюника расплачиваются за кочаряновские преступления. Сегодня дети Армении расплачиваются за преступления карабахского клана. Почему мы не рассказываем это людям? Куда делись 70% надгробных камней? Расскажите. Расскажите, тогда мы узнаем, куда. Как вода испарилась? Вот кто такие карабахцы, которые критикуют Рома Багдасаряна. Вы своих мужей критикуйте, которые надгробные камни продавали в Армению. Понятно? Своих сыновей критикуйте. Двигаемся дальше. Когда в 92-м году, до 92-го года, азербайджанские войска заняли Шоумян, Шоумяновский район Эль-Керть, Бурслух, Монашид. И люди из Шоумяновского района, которые сидели в подвалах Степанакерта, когда Шуши освободили от азербайджанских войск, которые бомбили Степанакерта, наши беженцы из Шоумяна умоляли карабахский клан в лице Роберта Кочаряна, Сержа Саакена, умоляли карабахский клан дать им бесплатные квартиры в Шуши. Я хочу, чтобы это все услышали и сделали максимальный репост. Это для тех карабахцев, которые свой поганый рот открывают на Пашиняна, пусть все знают, что вы вытворили. Значит, жители Шоумяна просили, просили, умоляли дать им бесплатные квартиры в Шуши. Карабахский клан продавал эти квартиры за 2000 долларов. То есть, как это было? Каждый генерал на огромном многоквартирном доме писал, этот дом принадлежит мне, этот дом принадлежит мне. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о людях, которые забрали весь город Шуши и не хотели бесплатно дать квартиры нашим беженцам? Вот какое слово вы применяете карабахскому клану, который не хотел бесплатно отдать квартиры беженцам из Шоумяна? Пожалуйста, напишите. Какими словами вы можете назвать людей, которые беженцам, это наши армянские беженцы, люди остались без домов в Шоумяне, Эркерджи и Монашиде, и люди сидели в подвалах под бомбами, вы взяли Шуши и вы не даете бесплатно дома людям, которые остались без дома в Шоумяне. Шоумяне, пожалуйста, какие слова вы применяете к этим людям, которые отказались заселять наших армян в квартиры, которые вообще не им принадлежат? Эти квартиры, азербайджанские квартиры в Шуши, вы их забрали и вы их продаете за 2000 долларов? Это что, торговый центр или что это? Дальше двигаемся. Карабахцы, которые критикуют Пашиняна, обращаюсь к вам. Во время 44-гневной войны у вас полно было магазинов с продуктами и в Степанакерте, и в Шуши. Арутин Акопян выходил в прямой эфир и на 20-й день войны говорил, что я прошу, я умоляю карабахских хозяев магазинов открыть свои двери и дать продукты солдатам. И сегодня я рассказываю еще раз, что карабахцы отказались открыть свои магазины и отдать продукты армянским солдатам, отдать продукты беженцам, которые сидят в подвалах. Это все должны знать. Еще раз спасибо всем за добрые слова и спасибо всем, кто делится эфиром. Спасибо, ребята, всем, кто поделится эфиром. Значит, послушайте. Продуктами полные магазины они не хотели открыть двери, отдать солдатам. На 20-й день Арутин Акопян говорит, пожалуйста, откройте двери и отдайте эти продукты людям. Я хочу спросить, и мы с вами знаем, да, почему эти магазины не хотели продукты давать. То есть магазины Степанакерта и магазины Шуши приехали в Ереван сидеть, да, они говорят, и мы с вами родим, да, что они продлили, да, что они собирают, чтобы пьяни, которые поделились. Мы работали, guidelines, которыееры, что вы думали, чтобы они собирая. Мы говорили, что ни одна жительница Карабаха не пишет, что позор карабахским магазинам, которые не открывали свои двери для солдат. Ни один карабахец из России не пишет, что позор нам карабахцам, что дети пришли за вас умирать, а вы им не даете колбасу, вы им не дали сыр, вы не люди, вы не трогайте вообще Рому Багдасаряна, вы не люди, вы варвары, вы варвары, которые не отдавали сыр, колбасу солдатам, которые за вас пришли погибать. И правильно сделал Бог, что вас вышвырнул из шуши. А теперь эти магазины все достались азербайджанцам, потому что вы не люди, вы не хотели свою еду отдать армянским солдатам. Вы варвары просто, жадные, скупые, циничные твари, ради которых погибли невинные парни. Вот вы кто. Попробуйте свой поганый рот еще раз на меня открыть. И правильно Бог сделал, что вас схватил за руку и вышвырнул, как вшивых собак из шуши. Разве не отдаете еду армянам, которые воюют там, значит вы не заслужили там жить. Вы не знаете, что вы думаете, что вы думаете. И если вы думаете, что вы думаете, что вы думаете, это не мечтает, вы думаетеohl. Вы из того, чтобы вы не Manual, то вы sign kafавы, чтобы неизбины то underworld, сделать струху. и морзить. Уремен до Аржанича есть апрель Шушию. Утишь-то арель, а с вас, воркез, Чапалах отвел Шопертель. Особенно сиктирил, арик давает, сиктирил эстегеть. Лява арель, у дезнаман порник на ринг Шопертель хаакить. Тридцать два года Армения дает деньги Шуши. Там мертвые души. Тридцать два года высосете кровь Армении. Армянские солдаты не заслужили колбасы. Армянские солдаты не заслужили сыра, да? Вы почему магазины не открывали, не отдали еду? Я просто хочу, чтобы вы все написали, ребята, все, кто смотрит эфир, что вы думаете о жителях Степанакерта и Шуши, у которых были магазины, и они 20 дней не открывали магазины, чтобы отдать еду. Жители Степанакерта и Шуши клянчили про помощь у диаспоры. Мы не знаем, что мы будем делать продукты, выяснили, что вы думаете. отдавали солдатам. Господа подписчики, напишите, что вы думаете о магазинах, которые не помогли своим солдатам и беженцам. Пожалуйста, напишите. Спасибо, Леонидис. Вот таких арцасов я уважаю, которые признают правду. Напишите, все армяне напишите, что вы думаете о хозяевах степанакетских и шуршинских магазинов, которые свои жирные жопы, эти свинии, приташили в Ереван, сидели в утрене в войне и не отдавали свои продукты. Грек, а что где-то? У вас есть, если тебе есть, немножко к я вам, как вы знаете. Мне кажется, что это очень близко. Грек, кто вора удачных машин, а вот эти штуки, которые вы details на Караабахе, или Русскогостана, ли вы snakes, что вы видите, как я удачных машин. Грек, кто вора удачных машин. Грег, может быть, им станет стыдно? И все. Нет, не заблокирован репост. Получается, да, репосты делать, ребята? По-моему, все репостят. Вот, пишут уроды. Вы кого называете турками? Пашиняна? Вы турки. Вы хуже турок. И в цах, кто иманан Гайястану. Вот, мартик, иранская колбаса, иранская панели. Вот, шимачейн узумтан, дзимворнерин. И правильно сделал блогер Арутина Копьян, что опозорил вас на весь мир. То есть, магазины на замках, человек умоляет, просит. Да, да, спасибо большое, спасибо. Ничего страшного. Ничего, будем тогда смотреть. Вот такая картина с этими магазинами. Двигаемся дальше. Во время войны вы отказались отдать воду солдатам до войны, за месяц до войны. Это был второй оборонительный район. То есть, отказались дать воду солдату и сказали, что вода стоит денег. Это было во втором оборонительном районе, когда солдат от жары летом попросил воду. Ему сказали, что вода стоит денег. Человек стоял на КПП, и человек сказал, что он готов отдать эти деньги, когда он пойдет и сменит своего партнера. А вы не позволили это сделать. Сказали, что эта вода стоит денег. Хорошо. Вода стоит денег для парня, который приехал вас защищать. Вот второй оборонительный район сейчас в руках азербайджанцев. Потому что мужик, который работает в магазине, и этот магазин, который зарабатывает бабки для командира полка, не захотел дать бутылку воды. Вот именно из-за этой воды мы потеряли второй оборонительный район. Вот считайте, что так и было. Двигаемся дальше. Вы критикуете Пашиняна. Я сегодня вот рассказываю. В Гадруцком районе у нас был специальный комбинат по обработке древесины. И там, как правило, работали как рабы армянские солдаты. Как рабы. Кто вам дал право использовать солдат в качестве рабов для рубки дров и для продажи в Армению? Вы десятилетиями использовали бесплатно солдат. Кто вам дал право? И вот Бог устал смотреть на вот это безбожие. Поверьте мне, так оно и было. И сегодня каждый пусть рассказывает, что в Гадруцком районе десятилетиями при Кочаряне и Серже бесплатно использовали солдат для рубки дров. Рабовцы, которые свой рот открывают на Пашиняна, вы бы не могли прокомментировать это? Если бы вашего ребенка бесплатно в Армении использовали как раба, вам это понравилось бы, жители Степанакерта? И так как хохат тарин бесплатно используют на нем? Кертует как кя? И в Духозе, что так надо, так вы не хотите это критиковать? Вы критикуете Пашиняна? Вы своих генералов не хотите критиковать, которые как рабов использовали солдат? Дальше. Вы называете кого-то тут проституткой, какую-то девушку, какую-то депутатку. Я задаю вопрос. А ваши женщины, незамужние, которые ехали каждый год развлекаться в турецкие курорты, они кто? Ваши незамужние женщины, которые ехали веселиться на турецкие курорты, каждый год 40 тысяч армян из России, из Армении едут в Турцию отдыхать. У вас нет претензий к этим женщинам? Предположим, вы тут нашли какую-то проститутку, вы кого-то обзываете из депутатов проститутку. Вы их не считаете проституткой? Дальше. Сообщаю вам, что некоторые девушки едут из степанакерта в Шуши оказывать сексуальные услуги через миротворцев азербайджанским солдатам. Вы, Хайти Пашиняна, у вас претензий нету к своим девушкам, к своим женщинам, которые едут туда. Об этом уже знает, наверное, весь мир. Пишите про своих женщин, про своих людей. Вот найдите, кого критиковать в степанакерте. Займитесь ими. Претензии предъявляйте, пожалуйста, ими. Дальше. Дорогие друзья, до сих пор, до сих пор Бакуса Акиан, президент Арцаха бывший, не выучил армянский язык. Я обращаюсь к арабахцам. 32 года назад вы сказали, что мы не хотим больше жить с азербайджанцами, потому что азербайджанцы не пускают нам учить армянский язык. Вы это говорили. Вы сказали, что мы не должны жить с азербайджанцами, потому что азербайджанцы не позволяют нам учить армянский язык. Бакуса Акиан на данный момент не знает идеально армянский язык. По-вашему, президент Арцаха не должен знать армянский язык? Вот вы постоянно критикуете Пашиняна. Господа карабахцы, ваши руководители не должны знать армянского языка? Вам не стыдно вообще, да? Вы столько денег украли из бюджета и у диаспоры, ваши президенты не выучили армянский язык? Поэтому, когда вы кому-то что-то пишете, вы говорите, что мы даже армянский язык не выучили, мы не можем говорить на армянском. Вы на дворе 2021 год, вы не учите даже армянский язык. Вы даже не знаете название своих церквей. У вас 1500 святынь в Карабахе, ни один житель Карабаха больше пяти церквей не знает. Вот найдите любого жителя Карабаха, больше пяти церквей название он не знает. Это кто виноват? Журналисты, блогеры, что вы брезгуете учить армянский язык? Почему бакоса не умеет говорить на армянском языке? Вы можете это как-то объяснить, как-то оправдать? Как это бодереть, как это нормальный человек? Я делаю их надежным, когда вам не нужно это делать. Что это значит? Это не значит, что вы не думаете, чтобы вы захотели армянский язык. Но не занимаетесь, как вы хотите это понимаете. Как вы знаете, это можно было на него, как вы хотите дать. Дальше. Роберт Кочарян и Серж Сарксян и все ваши карабахские руководители отказались от ринга, который им предложил Никол Пашинян. Если вы, как карабахцы, защищаете, например, Кочаряна, если Кочарян хороший, четкий парень, что же он отказался от дебатов? Если твой язык длинный, что же ты отказался от дебатов с Пашиняном? Выйди в прямой эфир и ответь на все его вопросы. Пашинян предложил карабахскому экс-президенту выйти на ринг. Господа карабахцы, вот вы с левых анкет хаете, угрожаете, как дешевки, только дешевки угрожают убийством и поножовщиной, потому что нормальный смелый человек делает, как Пашинян говорит, выходи на ринг. Что же Кочарян не идет на ринг и не отвечает на вопросы? Если он прав, если он мощный, что же ты не выходишь на ринг? Ты что, только можешь провокациями заниматься, делать левые телеграм-каналы, да, больше ничего? Выйди на ринг. Господа карабахцы, вы к хаете Пашиняна, а Пашинян не боится выходить к людям. Он каждый день по 10 населенных пунктов проезжает. Дальше, еще два вопроса. Первый вопрос. Сегодня европейские каналы показывают в прямом эфире, что в этих семи районах Азербайджана было очень немало мечетей, которые сожжены. Обязательно, Левон Георгян. Мы сегодня вернулись из Вайоззора. Вчера мы, вот Левон сейчас пишет, мы с Левоном были в Сюнике. Значит, рассказываю вам, что жители Сюника поймали 11 мужчин, слушай внимательно, 11 мужчин поймали жители Сюника, карабахцев, которые были одеты в женские парики, на которых был женский мейкап, платье и искусственные сиски. То есть 11 мужчин в женской одежде поймали жителей Сисиана. Нам вчера это рассказывали, когда мы ехали в Сюник. Это раз. Это для тех карабахцев, которые говорят, что по всем виноват Пашинян. То есть Пашинян виноват, что 11 мужиков у вас поймали в женских платьях и париках в Сюнике. Я сообщаю жителям Карабаха, что у нас есть три фотографии трех мужиков, с которых сдернули парик и сфоткали и в парике, и без парика. У меня нету 11 всех, но трое у нас есть. Вы не хотите критиковать своих мужиков, которые в париках убегали, господа карабахцы? Вы не хотите своих мужиков критиковать? 11 мужиков, которые намазали помаду и выбегали из Арцаха. И еще следующее. Я сообщаю жителям Карабаха, что многие карабахские мужики залезли в машину с трупами солдат и спрятались в мешке под трупами. То есть под разорванными трупами они спрятались в мешок и живые легли под трупы. То есть машины, забитые трупами, они залезали под трупы, чтобы выехать из Карабаха. Это нам с Левой, с Виктором и с Дианой Булгадарян вчера рассказывали люди, которые участвовали в разгрузке трупов в Горисе. Сообщаю, что трупы разгружали в Горисе. Сообщаю, что многие карабахские мужики прятались в машинах с трупами под трупами. И это чистая правда, которую знает весь сюник. Те карабахцы, которые хают меня, вы говорите о своих братьях и папанях, которые спрятались под трупами. Еще раз повторяю, что мы можем опубликовать три фотографии трех мужиков, которые в париках и в мейкапе выбежали из Карабаха. Одиннадцати у нас нет, я врать не могу, но трое у нас есть. И давайте обсуждать ваших мужиков. Вы же говорите, что Хочарян святой, вы все святые, правильно? Нет, это не кошмар, это правда. И об этом знает весь сюник, еще раз повторяю, это правда. Дальше. Сегодня все европейские каналы показывают, что в этих семи районах есть мечети, которые сожжены. Это показывает Евроньюз, это показывают европейские каналы. Нам все 30 лет Хочарян и Серж обманывали. Это показывают, что в этих семи районах есть мечети и в Агдаме, и в Кубаклу, они сожжены. Это сделал Карабахский клан, да? И теперь азербайджанцы во время 44-дневной войны за те преступления, которые совершил Хочарян и Серж, убивали наших солдат. Дальше двигаемся. Последнее. Последнее, самое главное, за что мстили нашим солдатам и что скрывают Карабахцы и Карабахский клан, что скрывают Хочарян и Серж. Орхан, нельзя трогать ни мечети, ни церкви, Орхан, ни мечети, ни церкви трогать нельзя. Я уже сказал в эфире, что Роберт Хочарян и Серж Саргсян обманули весь армянский народ и не рассказывали, что в Агдаме и в других районах есть мечети. И сегодня эти 44 дня наши парни расплачивали за грехи Хочаряна и Сержа, которые сегодня ходят как герой, слушай, это виновник всех наших бед. Дальше. Я хочу понять. Я хочу понять. Вот представьте себе, просто пример приведу. Представьте себе, что азербайджанцы возьмут, вытащат вашу бабушку или вашу тетю с кладбища, вырвут 32 золотых зуба и отдадут налом, чтобы в Баку сделали кольца и продавали кольца. Вот представьте, вот с вами такое сделают. Представьте себе, вот о чем молчит карабахский клан. Мы не знаем всей правды, поэтому такая каша-малаша. Карабахцы сегодня говорят, что мы святые. Слушайте, вы святые? Куда делись останки во многих кладбищах в этих семи районах? Куда? А вот что вы думаете, если вашу бабушку вытащат, вырвут зубы и продадут в Баку? Вот вам это понравится? Хорошо, я вопрос поставлю по-другому. Что вы думаете о тех людях и о тех бандах, которые во времена Кочаряна и Сержа могли вытаскивать трупы, вырывать зубы и продавать эти зубы, как лом в Ереван? Что вы думаете о этих преступниках, которые такое могли сделать? Пожалуйста, этот вопрос всем нашим подписчикам. Что вы думаете о шайках в Карабахе, которые могли вытаскивать трупы в семи районах и продавать зубы в Ереван? Что вы думаете об этом? Пусть у себя люди пишут. Кочаряновская мразь, Эрик Хачатрян. Ну вот пусть сами люди отвечают. Вот чтобы вы знали, это всего лишь маленькая часть того, что я хотел сказать. Потому что я не хочу все рассказывать, все. Я думаю, этого достаточно для сегодняшнего эфира. Спасибо всем за внимание.